Здравствуй, Новый Эдем! World of Online снова с вами! Сегодня мы опять вещаем из Providence и по вашим многочисленным просьбам у нас в гостях сегодня будет Тайфун. Коротенько я хочу рассказать про имя этого корабля, в честь кого он назван и позже, как обычно, мы будем смотреть фит и собственно возможности этой посудины. Итак, имя. Данный Тайфун назван в честь Михаила Васильевича Ломоносова. Я думаю, что человек, который не нуждается в долгих представлениях, даже если вы далеки от научного сообщества, вообще от какого-либо понятия науки, все равно в школе на уроках химии, на уроках физики, и на уроках истории обязательно вам встречалось имя Михаила Ломоносова. Не могло оно не встретиться. Если оно вам ни разу не встретилось в школе, значит у вас были плохие учителя. Все, что я могу сказать. Потому что по масштабам личности, вот каким бы спорным там он ни был, Михаил Ломоносов сравним с Исааком Ньютоном. То есть у англичан есть Исаак Ньютон, у нас есть Михаил Ломоносов. Почему человек настолько, скажем так, значен в нашей истории? Потому что человек, помимо того, что был просто одаренным, он занимался разными науками, от химии, физики, таких точных наук до исторических наук. Кроме всего прочего, Михаил Васильевич являлся действующим членом аналога Российской Академии Наук, который был на то время, я не помню просто точное название, как оно было, и является почетным членом Шведской Королевской Академии Наук. Это коротко. Более подробно о работах, про историю, там, не знаю, нормандская, антинормандская теория, можете о нем почитать, можете прочитать его работы про физику вещества, там были у него разделы про термодинамику, там, разные-разные-разные вещи. Я думаю, что не пожалейте, кто увлекается, первоисточники, пожалуйста, думаю, что будет интересно. Окей. С Михаилом Васильевичем закончили, представились. Давайте рассматривать кораблик. Итак, Тайфун. Что такое Тайфун? Тайфун – это моторский корабль, который, в принципе, считает, ну, тут написано, что он предпочтительно танкуется в броню, а на самом деле количество медиум слотов, в принципе, позволяет его затанковать даже в шилд, если вы этого хотите. В нашем случае мы этого не хотим, потому что арморные резисторы против Санкши для нас гораздо более, так сказать, востребованы и эффективны. Давайте посмотрим его основные характеристики. Понятно, что это ракетный корабль, понятно, что он в нашем случае арморный. И его бонусы, значит, у нас 5% бонус для хэви-миссайл, круиз-миссайл и торпед лунчеров – рейт оф файр. Рейт оф файр – это скорость стрельбы. То есть в нашем случае будет повышаться не урон от наших ракет, а скорость их запуска. Имейте это в виду, то есть с точки зрения экономии боеприпасов корабль не очень хороший. С точки зрения нанесения урона вполне себе ничего. Я не пвпшный игрок, но могу так предположить, что в пвп корабль показывает себя отлично, в силу того, что если в него зарядить, например, рапиды, рапид хэви-миссайл лаунчеры, то разряжает их противника он довольно быстро. Я сам мало об этом представлении имею, но многие пвпшеры мне говорили, что вынести максимальный ДПС как можно быстрее – это часто спасает жизнь. Ну, опять же, хватит танка или не хватит вашего противника. Но не будем говорить о том, чего я не знаю. Напишите в комментариях, использовали ли вы когда-нибудь тайфунов пвп, как он себя показывает, с чем его можно сравнить. Я думаю, что будет интересно зрителям. Второй бонус – Explosion Velocity. Плюс 5% для круизок и для торпед. Что такое Explosion Velocity? Это характеристика снаряда, которая, ну, грубо говоря, чем она больше, тем больше у вас шансов нанести полный урон по движущейся цели. Особенно это касается разной мелочи. Всех там фрегатов, в некоторых случаях medium-size целей. Ну, в общем, вот надо это знать, надо это понимать. Все, это о бонусах. Теперь по фиту. Ну, понятно, что это ракетный корабль. Я заряжаю в него Т-2 круизский Furykiller. Дальность полета с моими скейлами до 96 километров. В принципе, неплохо. Хотя держаться к противнику мы будем несколько ближе, чем 96 километров. Потому что, мне кажется, слабовато будет. Если мы будем бить только ракетами. По ракетам понятно. Один свободный high-swод. Вы можете его использовать под что-нибудь. Не знаю, может быть, сканер поставить. Про-глаунчер. Ну, я пробовал летать с про-глаунчера. Не знаю, наверное, у меня скиллы своего прокачивали. Потому что мне на сканер ничего не удалось. Вот. Ну, можно какой-нибудь, не знаю, дрон-линк-амплифайр поставить. Ну, что-нибудь. Я думаю, всегда можно придумать, что поставить. В конце концов, можно какой-нибудь там вайперик-модуль воткнуть, да. Пусть какой-нибудь фрегат вокруг вас летает. Вы с него будете лопать энергию. Пока, если, например, вам не удалось, это стичка по стабильности. Потому что у меня на капу скиллы перфектные. Я долго это развивал. Но в итоге я рад, что у меня это получилось. Медиум с фаты. Таргет пейнтер. Я думаю, знаете, что это за модуль. Это харидовинка, который раздувает сигнатуру противника и позволяет вашим ракетам эффективнее по нему попадать. Соответственно, вы будете наносить полный урон, нежели какой-то уризом. 4К при чарджера. Понятно, да, что эти штуковины нужны, чтобы у нас быстрее, чтобы у нас конденсатор заряжался быстрее, чем разряжается. Баллистики, понятно, они увеличивают наш урон. Смотрите на цифры. Без баллистик контроля у нас урон. Вот такой, слово властенький. А дальше идет защита. Что у нас... А, да, еще по атаке лики. Large Warhead Reaper Catalyst. Вот эти хреновинки. Иди сюда. Так, Explosion Radius. Уменьшают Explosion Radius ваших ракет. Что такое Explosion Radius, я уже говорил в прошлых видео, повторюсь еще раз. Explosion Radius – это радиус взрыва ваших ракет. А, грубо говоря, работает это так. Если ваш радиус взрыва больше сигнатуры вашей цели, вы наносите неполный урон. И дальше идет там какая-то кривая, которая определяет, насколько этот урон будет иметь штраф. Чем больше радиус взрыва превосходит радиус сигнатуры цели, тем больше будет штраф, соответственно, тем меньше будет наносить урон. Если ваш радиус Explosion, радиус взрыва меньше или равен радиусу сигнатуры вашей цели, ну, замечательно, значит, урон по ней проходит полный. Вот, собственно, для этого используется вот этот вот прекрасный модуль. Ну, по атаке вроде бы все. Теперь по защите. Значит, Санша традиционно бьет электромагнитным зарядом и термическим. Соответственно, у нас стоит Armour DM Hardener 2 и Armour Thermal Hardener 2. Это два активных модуля, которые увеличивают нашу защиту, наши резисты. Кроме того, стоит реактивный Armour Hardener. Что за модуль? Уже объяснял, повторюсь еще раз. Он дает по 15% резиста на каждый из резистов. Но, как только вы начинаете получать входящий урон, эта хреновина анализирует тип урона и перебрасывает нужный резист на тот тип урона, которым вас бьют. То есть, грубо говоря, он может отнять резист вот отсюда, тот, который дает ему бонус, и переместить его в ЕМ. Окей, с этим понятно. Ну и, собственно, активный танк Large Armour Repairer будет у нас 1000 с небольшим хп восстанавливать за 12 секунд. Кроме того, стоит риг, который немножечко повышает вот эту самую скорость восстановления брони. Собственно, по фиту все. Что еще нужно знать? Мы будем еще сражаться с дронами. Давайте покажу. Дроны. Дроны Bay. Значит, у нас есть 5 Акалайтов и 4, поскольку всего 100 Мбит. Размер канала нашего корабля 4 Прайтера. Прайтер – это амарский дрон. Амарские дроны, если кто-то не знает, бьют электромагнитным уроном. Соответственно, против Санша они лучше всего подходят. Прайтер – это хэви-дрон. Он тяжелый, он мощный. К сожалению, в пятерку я не знаю хэви-дронов, поэтому я использую Т1 вариант. В принципе, он не намного слабее, но тем не менее, все равно слабее. Ощутимо будет, что урон несколько снижает. Еще о том, какие боеприпасы я беру с собой. На всякий случай, я беру с собой бьёльнеры Precision Cruiser Missiles. Значит, в Т2 ракетах есть два типа ракет. Есть ракеты типа Fury. Это ракеты с увеличенным радиусом взрыва, но повышенным уроном. Ими хорошо бить линкоры и все, что крупнее линкора. Они просто отлично их убивают. Даже вот с этими штуковинами Cruiser Size корабли меньшего размера бьются фьюритами очень плохо. Precision имеют меньший урон, но значительно меньше раю взрыва. Соответственно, мелким целям они наносят полный урон. Вот этими ракетками мне, в принципе, удавалось иногда ланшотать фрикса из целей, дроны и тому подобное. Особенно, если на них есть раздуватель сигнатуры по интернету. Ну, по дронам, я думаю, понятно. Аковлайты для мелких целей и прайтеры для крупных целей. Думаю, с болтологией пока все. Поехали испытывать его. Как обычно, для полевых испытаний мы летим на нашу любимую аномаль, сам Шапурсейкен Рарри Бойн. Пока корабль на нее разворачивается, давайте поглядим, что из себя представляет его защита. Раз, два, три. То есть, в общем-то, 85 и 76% у нас резист для ЕМА и термала, соответственно. Резист уже хороший, но для полного счастья нам еще нужна репочка, которая будет нас вылечивать. Околи нам станет плохо. Так, мы приближаемся. Почему Фарсейкен Рарри Пойнт? Ну, потому что он достаточно простой. Вот все, что я могу сказать об этой аномальке. Так, вот 47. Давайте по орбите. Вот эту цель мы можем захватывать, не бить в прицел. В принципе, можем даже дронов выпустить. Пусть постреляют немножко. Тут в локале были сообщения, что где-то поблизости летуют пираты, так что фармим мы сейчас на страх и риск. Очень надеюсь, что нас не солиют. Вот. У дронов вот таких вот, у хэви-дронов, есть один недостаток. Они очень медитенные. То есть, пока они дотопят до цели, и оттопят от нее, проходит довольно длительное. Я бы сказал так, очень-очень длительное время. Ну и плюс ко всему, для Фриксайз целей они просто отличная мишина. Их очень легко, очень быстро сбегают, если у них нет каких-то там особых бонусов на то, чтобы их не сбивали. По дамагу можете судить сами. Эти ракеты отлично справляются со своей задачей. 2 900 стабильно идет урон. Я не знаю, справятся ли эти дроны с Фриксайзами, но будем надеяться, что справятся. Давайте посмотрим, как у них это получится. Если по ним начнут попадать, ну, наверное, я буду их отзывать куда-то дальше. Ничего себе, они еще и попадают по этой мелочи. Я думаю, они не смогут. А они могут. Они все могут. Это дроны Google Edition. Они все могут. Так, ну щит почти сняли. Можно включать репочку. Пусть она нас фиксит. Как видите, щит при нулевых практически резистах, 8 с небольшим тысяч, нас сняли достаточно быстро. Ну, не надо обольщаться. По поводу того, что по броне нам пока слава попадают. Пока, в общем-то, еще сильные ниписи сюда не приходило. Но то, с какой скоростью они лукаются, мне очень нравится. Давайте посмотрим, как по круизер-сайзам попадают наши ракеты. Ну, как по мне, так попадают отлично. Но, тем не менее, мелкие ракетки я все равно советую с собой брать в небольших количествах. Потому что, мало ли что, там отстреляют дронов и еще что приключится. Чтобы, по всякой мелочи, была возможность попадать те основные орудия. Я, кстати, не знаю, неинтересно, а пираты, которые сюда прилетают со скамбля на всяких там фрегатах, они чего танкуют вообще? Яймацы танкуют другого типа. Кто в курсе там, напишите, интересно. Яймацы танкуют другого типа. Кто в курсе там, напишите, интересно. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...